Джазовые вечера у Ратуши и галерея под открытым небом. На летом Минск превращается в замечательную культурную площадку. Как приобщиться к прекрасному бесплатно, узнаем вместе. Выставка произведений современного искусства на заборе парка Челюскинцев полюбилась минчанам. Совершить неспешный променад по проспекту независимости и познакомиться с талантливыми работами всегда приятно. Этим летом зрители смогут окунуться в атмосферу Несвежского замка и насладиться его интерьерами. Совершить виртуальное путешествие по залу охотничьих трофеев, каплице для молитв и парадной комнате в замке Радивиллов. Авторы художественного проекта Олег Лукашевич и Александр Алексеев презентовали в 2015-м 60 фотографий белорусских памятников, внесенных во всемирный список культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Кстати, мобильный проект «Арт-забор» в перспективе будет знакомить с белорусским искусством не только жителей нашей страны, но и путешествовать по всей Европе. От Вавилонской башни и старых ульев до идейного переключателя и эффектной прищепки. Остров на Комсомольском озере в этом году превратился в удивительную культурную площадку. Экспозиция из многометровых пространственных объектов от известных белорусских художников покоряет с первого взгляда. Настоящий фейерверк идей и форм. Это большой формат не только с художественной, но и с технической точки зрения. Общий вес экспонатов превышает 20 тонн. Такой проект не только яркий калейдоскоп направлений современного искусства, но и возможность творческой реализации для наших художников. Впервые объекты современного искусства внедряются в пространство обычного человека. Единственное отличие от музея, что в музее нельзя трогать руками экспонаты, то здесь это можно делать, на некоторых можно и посидеть, определенный интерактив. Такие знаковые художники и скульпторы, как Константин Селиханов, Михаил Шиков, Константин Костюченко и другие, окунули зрителей в мир своих фантазий. Здесь ангел снимает свои крылья и отправляется гулять по парку. И вызывает улыбку аппетитный стул, напоминающий по цвету сыр. В этом объекте я воплотил свою любовь к сыру, потому что их разнообразие большое. Во Франции их только 600 сортов, а в целом в мире, наверное, не считано. Те, кто дружат со спортом, как-то подвижен, вполне сюда залазят и делают селфи и фотографируются. Четвертый раз на площади Якуба Колоса порадовала экспозиция проекта «Художник и город». На этот раз выставка посвящена творчеству выдающегося живописца, графика, иллюстратора, новатора Николая Селищука. Он стал основателем этносюреализма – уникального стиля искусства, который сочетает в себе достижения европейского сюрреализма с белорусскими этноэлементами-архетипами. «Меня очаровывает волшебство самой реальности», – говорил Николай Селищук. «Темы должны быть глобальными, а человека надо воспринимать как некую тайну, верить в его силу духа и ответственность за все, что он оставляет на земле». Одной из наиболее ярких и таких отражающих творчество художника – работ «Конец сезона туманов». На встречу нам идет в такой задумчивости. В виде поля девушка. На самом деле моделью была его жена Тамара. Эту работу дает написание будущим искусствоведам. Выставки под открытым небом будут радовать минчан все лето. Уличный формат становится популярнее и убеждает, что современное искусство понятно не только искусствоведам, но и интересно широкой публике. И чем больше вдохновленных зрителей, тем праздничнее наш город. Анастасия Макеева, Сергей Книга и Андрей Новгородцев специально для студии «Хорошего настроения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова